Около года назад был принят и вступил в силу закон о мировых судах. Насколько эффективно он работает, на Ваш взгляд? Этот закон родился по инициативе областного суда, и, конечно, я считаю, что он работает очень эффективно. Основные новеллы этого закона таковы, что мировым судьям, если они прошли первый трехлетний срок без замечаний, качественно и добросовестно отправляли правосудие, доверяется отправлять правосудие на очередной срок не на пять лет, а на семь. Если он и с очередным сроком семилетним справился, значит, третий срок и последующие сроки он уже рекомендуется на исполнение своих обязанностей на десятилетний срок. Таким образом, мы подняли независимость мировых судей на совершенно новый качественный уровень. Именно укрепление единства судебной системы способствовал и тот фактор, что мировые судьи теперь назначаются не по представлению исполнительной власти, а по представлению судебной власти. Это тоже большой шаг вперед. Я думаю, что вот эта наша системная работа с законодательной властью области по приведению законодательства мировой юстиции в такую системную позицию позволила нам и сделать следующий шаг вперед. Мы поставили перед правительством Российской Федерации, перед Государственной Думой, перед Советом Федерации вопрос об увеличении количества мировых судей на территории Нижегородской области со 176 мировых судей до 179. Правительство Российской Федерации, Государственная Дума, Совет Федерации нас поддержали, действительно учли проблемы, высокую нагрузку и увеличили нам количество мировых судей на 3 единицы. Это нам позволит серьезно снизить нагрузку в тех проблемных точках мировой юстиции, которые имеются у нас в области. Но в первую очередь это, конечно, Нижегородский район. Когда мировой судья рассматривает в год 10-12 тысяч дел, это ненормально. Мы попытались распределить эти 3 единицы так, чтобы снизить нагрузку на мировую юстицию в наиболее особо загруженных районах Нижегородской области. Совет судей Нижегородской области проанализировал судебную статистику нагрузку на мировую юстицию за последние 5 лет и выдал рекомендации, что необходимо увеличить количество мировых судей в Нижегородском районе, в Кстовском районе и в Канавинском. В результате с нашим предложением согласилась областная дума. Я думаю, что закон Нижегородской области в ближайшее время выйдет в свет, в котором будут прописаны в названных мной районах дополнительные участки мировых судей. На ваш взгляд, эффективно выполняются решения судов Нижегородской области? Спасибо за вопрос. Вопрос сложный, вопрос интересный. К сожалению, я не могу полностью на него ответить. Знаете почему? Потому что за исполнение судебных решений отвечает у нас Федеральная служба судебных приставов. Тот процент исполненных судебных решений нас не устраивает. И, наверное, вот это самое главное, когда судебное решение не исполняется. Российскую Федерацию, Европейский суд по правам человека сейчас жестко критикует и говорит, что у нас есть проблемы. И когда мы начинаем анализировать, в чем же эта проблема заключается, оказывается, что где-то 85% всех поступивших жалоб в Европейский суд по правам человека как раз касается того вопроса, что не исполняется длительное время судебное решение.